здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана сегодня мы с вами будем разговаривать о дубовых бочках для вина в одном из своих видео я уже немножко затрагивала эту тему именно бочки скажем так для совсем домашнего использования потому что если у вас есть подвал если у вас есть объемы все классно но если этого нету то использовать бочку вы при немножко сложновато но все возможно и если вам кто-то говорит фу это все ерунда решать вам вы сами себе хозяева хотите вы с этой игрушкой баловаться или нет вот я захотела у меня бочка 10 литров как я говорила в прошлом видео тоже для домашнего использования 10 но может 15 меньше тоже можно но больше просто будет сложно потому что все таки ее надо помыть ее как-то надо допустим из ванны достать назад туда поставить особенно первое использование размочить поэтому сложновато мне кажется десяткам такой оптимальный объем но решать вам то есть скажем так я вам обращаю внимание на какие-то нюансы вы уже сами смотрите подходит вам это или нет дальше еще немножечко коснемся конструкции кран кран одно из самых уязвимых мест у бочки поэтому он может быть он может не быть без него вполне можно обойтись но если он есть это тоже удобно и в принципе ничего такого страшного единственное сразу рассказал когда покупаете новые бочки ну мне эту подарили а я ее размочила все правильно сделала потому что то я понимаю что кран у меня не работает какая-то ерунда в общем получается что когда ее делали вот они тут отверстие просверлили стружка там осталось поэтому когда вы покупаете либо перед первым там использованием размачиваем когда вот этот шпунт откройте посмотрите если там какая-то строчка постарайтесь и убрать точно также кран достаньте смотрите в кране я уже сейчас не достану потому что бочка заполнена но кран сейчас я приближу чтобы было понятнее значит смотрите вот этот сам кран достается и вот это вот штучка она тоже достается и поскольку там вот сверлили там тоже была стружка и нам не мешала и когда она размокла кран вообще не работал потом когда я уже взяла все вот это вот разобрала разобрала нашла эту стружку и очень чем-то таким типа вязальные спицы смогла прочистить все это тогда у меня все стало работать вот эта штучка она тоже по высоте регулируется надо чтоб отверстие которая в ней правильно попала совпало поэтому пока ваша бочка еще скажем так вы ее не запустили пока вина в нее не налили обратите внимание на эти штуки дальше значит новые бочки размачиваются по инструкции инструкция каждый кто вам продает бочку она есть скажу сразу что пузики могут подтекать в моей бочке даже по моему вода особо не потекала потом когда я налила вино ну немножечко подтекала потом еще поскольку я видео снимала в несколько этапов как я готовила бочку я могу где-то повторяться короче был маленький потек но он был незначительный и сейчас просто расскажу небольшую историю и я знала в каком магазине покупали понятно что я там по гарантии все все это я забыла но когда я попала вновь в этот магазин то я спросила грива как а гарантия на бочке не могут вот я говорю а если прошло чуть больше но так проморгал ну все досвидос вам не повезло я мринут смотрите меня такая штука вот пузико немножко протекает играет ну так вот туда самогона налить ну вообще-то бочки для самогона класс ребяту ну просто как продавцы супер минский магазин брага бай при том что на сайте написано бочки и для вина и других напитков не говорят ну самогона налить я не пью самогон я его не делаю чё чё за бред он поэтому ну как бы так на всякий случай когда будете покупать просто спросите для чего бочка что вам потом не сказали чего туда вино налили я нашел чё для самогона на самом деле в этом году почки не течет все с ней хорошо но такие нюансы могут быть поэтому уточняйте я думаю что конечно наверное идеальный вариант покупать именно у тех кто занимается производством больше не не у каких-то посредников такое мое мнение и так значит новую бочку вам сказала есть инструкция по инструкции размачиваем на вот эти вот вещи обращаем внимание потому что будет удобнее все это делаем дальше что касается бочек которые уже были в употреблении когда я первоначально рассказывала про дубовую бочку тут же меня там пошли комментарии 2 что может эта бочка стать одноразовый потому что должен быть определенный объем вина а если вот бочка скажем так хранится пустой это плохо и бочка станет одноразовый ребят все это ерунда вот пример постояла бочка с сентября месяца ничего я не стала ничего на не сохлось более того извиняюсь что где-то это будет повторяться пузик тек тек и теперь течь перестал в промышленности тоже бочки хранятся то есть не обязательно чтобы это был непрерывный цикл все нормально и более того хранятся не в сухом месте так что вот этого бояться точно не стоит сколько надо использовали потом похоронили его ну помыли я вообще просто ополоснула ну так она у меня в доме на даче стояла все больше ничего не делала можно заливать в инструкции я читала например что залить водой хранить с водой но честно говоря знаете я так подумала что пару месяцев чтобы она стояла с водой там как-то контролировать эту воду вдруг она затухнет я решила нет вот этого я точно делать не буду я ее буду хранить сухой можно заливать раствор персульфита вот вот это кстати вполне но тоже на самом деле мне кажется что вот хранится этим не стоит нормально она хранится в сухом виде потом если надо чуть-чуть размочили и все причем я в воду залила уже ничего не текло то есть фактически размачивать не надо было ну и сейчас я вставляю видео тот кусочек как я готовила уже вот эту бочку немножко бывшего употребления к тому чтобы залить очередную партию вина так вот продолжу значит сначала я налила просто воды сутки постояла моя бочка сейчас не могу показать потому что я его было что пузико у нее сухое все у нее нормально ничего нигде не течет то есть сильно даже можно было не размачивать просто взять и помыть все у него в порядке но если не очень в порядке значит водичка постоит и и не будет течь а если с водичкой стоит и немножко не очень то и внешне особенно если бочечка небольшая в какой-то тазик с водичкой и поместите на разбухнет и все будет хорошо если вы ее уже использовали и она была нормальной то она и будет нормально дальше значит немножко помыть чуть-чуть у меня там был на ней винный камень но его было немного потому что я уже заливала вино после его выпадения моем горячей водичкой дело в том что винный камень напомню соль винной кислоты которая нерастворима в спирте но растворимы в горячей воде поэтому чем моем логично горячей водой помыли помыли можно еще пару раз я полоснула понятно что даже не весь объем заливала чуть-чуть налила поболтала слила сливаю через верх кстати не через краник ну мне так удобнее дальше соды сыпанула тоже на глаз где-то там чайную ложку немножко воды тоже поболтала поболтала разболтала слила опять водичкой промыла и теперь самое главное бочку надо обеззаразить потому что все равно она стояла все равно там где-то как раз сентябрь трозофила были то есть ну всяко может быть как обеззаразить идеальный правильный вариант куривания серой у кого есть подвал частный дом все классно в городской квартире боюсь что если я подожгу серую то у меня из дома выгонят и близкие не поймут поэтому что я делаю значит я купил персульфат калия залила внутрь из расчета один грамм на литр и теперь оставлю так на сутки вообще бочки можно хранить с персульфатом ну честно говоря мне кажется что это просто лишний не стоит вполне ненормально хранятся в просто в обычном виде но смотрите значит я залила сейчас я думаю что сутки я подержу этого будет достаточно залила полненькую вот даже видно что шпунтик он мокренький когда мы окуриваем то дым проникает везде когда мы залили здесь все равно будет определенно там немножко воздуха да значит ну во первых стараться максимально заливать но чтобы не получилось так смотрите вы залили и этой штучкой закрывайте не сильно потому что она может разбухнуть я в прошлом году самую вино закрыла так сильновато потом открыть не могла муж открывал плоскогубцами поэтому просто имейте ввиду пока так стоит то есть закрыли чуть-чуть и потом через некоторое время нужно так вот чуть-чуть нам бычок повернуть в одну сторону другую чтобы вот это верхнее пространство но тоже пропиталась нашим дезинфицирующим раствором тогда у нас все будет чистенько аккуратненько и бочка будет готова собственно к употреблению и так сутки моя бочка простояла с персульфидом я ее периодически то есть то она мне вот в эту сторону стояла то другую ну помним да хотя здесь налила под завязочку на всякий случай чтобы все там было хорошо вот смотрите как у него пузико то есть в этом году ничего нигде не подтекает а в прошлом году вот здесь чуть-чуть были подсечки но они были знаете когда вот залил в бочку постав в покой все хорошо если бочку подвигать чуть-чуть подтекала но в этом году ничего не течет все теперь персульфид сливаем я кстати все сливаю вот таким образом так быстрее чем через крайник крайник просто открывается все таким образом все сливается довольно быстро и так теперь мы все слили бочка готова к использованию ополаскивать или нет после персульфида можно не ополаскивать помним я грамм на литр использовала дозировку ну сколько там на стенках осталось то есть нормальная дозировка которую кладут вино это грамм на 10 литров причем бывает что это делают и не раз там перед брожением еще и после и еще и еще поэтому можно не ополаскивать то есть эти дозировки небольшие которые на стеночках остались но честно говоря я все равно не люблю серу зачем мне лишний агент то что там надо было убиться она уже убилась за сутки при такой концентрации я немножечко все-таки бочку сполосну ну как делать вам то есть нормально не споласкивать я просто ну вот это моя такая личное пожелание скажем так заморочка чтобы сполоснуть и все заливаем вино еще такой момент можете где-то в интернете почитать в рекомендациях что если бочка немножко сыхается подбейте обручи ну не знаю кто и где это вычитал вот потому что такие обручи подбить невозможно они прикручены шурупчиками если бы шурупчиков не было да ну у многих современных бочек по крайней мере то что я видела вот эта штука есть поэтому подбивать тут ничего не подобьешь только размачивать ну либо тогда уже это надо откручивать перекручивать вот это вот все эти штуки я думаю что в таком случае лучше довериться профессионалу итак когда же заливать вино в бочку когда она осветлилась ну желательно потому что понимаете когда она мутная с одной стороны тонин и дуба они помогают оседать всему но с другой стороны вам неудобно сливать потом тоже бочку вымывать ну это не совсем ну хотя бы более менее но чтобы обрело нормальную степень прозрачности чтобы выпал винный камень понятно что винный камень может выпадать очень очень долго но хотя бы основная масса его выпало у вас вино уже нормально прозрачно после этого заливаем в бочку и храним где храним опять же если у вас есть подвалы вам классно вам повезло вы в подвал поставили забыли если вы не являетесь счастливым обладателем подвала а а очень хочется то есть я в зимнее время храню на самом деле на балконе сейчас у нас очень такие теплые температуры ночью там до минус 2 до минус 3 максимум пускается балкон у меня застекленный довольно влажный я там и белье в общем-то сушу поэтому ну такая нормальная температура нормальная влажность и там вот мое венцо стоит если уже совсем только мороз какой-нибудь придет вдруг жутки решит тогда я заберу в квартиру потом потом когда уже зима закончится уже не будет такая хорошая погода на балконе там уже становится сухо когда много солнца я забираю в квартиру и в квартире знаете что я делаю практически ничего иногда беру просто чистую хлопчатобумажную тряпку намочила отжала и сверху положила все больше я не делаю ничего можно снизу какую-то мисочку с водичкой поставить ну чуть-чуть чтобы была влажность ну в принципе в принципе ну как бы ничего страшного и опять же давайте говорить о том что и температурные режимы все есть специальный процесс модернизация когда бочки дубова на солнце выносит они летом на жире лежат на солнце чтобы вот вино там правильно окислилась и получилось а тот напиток который называется модера так что все вполне можно делать дома в квартире тем более мы не претендуем на звание супер великих вин мы делаем для себя поэтому для себя если хочется делайте это все равно получится хороший вкусный продукт приятный так что смело можете это делать да еще такой момент если мы чуть-чуть клепочку в бок повернем в промышленности тоже хранят шпунтон на бок меньше соприкосновений с воздухом окисления чуть меньше в таком вот варианте стоит только когда доливка что касается доливок надо не надо вообще и сколько держать если бочка большая от года по моему лет до 6 можно смело держать если бочка маленькая площадь соприкосновения с дубом с тем же кислородом она большая держать можно гораздо меньше в прошлом году первый раз когда запускала бочку я держал по моему месяца два последняя партия месяца 4 я держала в бочке здесь либо здесь открыли попробовали нравится не нравится будем еще держать не будем все все очень просто тут нет каких-то универсальных рецептов универсальных советов смотрите вам нравится вы понимаете что вот это вот вино уже при приобрело тот вкус который вам приятен взяли слили например залили следующую партию может у вас вообще партия 1 вы ее один раз залили потом слили и выпили да не вопрос все это вполне можно делать и вполне это позволить повторюсь все мы делаем именно для себя и под наш вкус надо ли доливать устья тоже я не одолевала даже когда она летом стояла в квартире я уехала на дачу никто мои бочечки тряпочки не постелала она просто стояла в квартире в жаре я никто за ней не ухаживал никто не доливал и все с ним было хорошо и было хорошее вкусное вино ну если конечно храним долго иногда открываем проверяем что там происходит пробуем на вкус ну а так по всему остальному я сказала не можем мы поддерживать квартире нужно влажность ну и ладно главное чтоб не в батарее дальше есть балкон храним на балконе нет балкон но в самый такой прохладный угол поставьте просто чтоб не теплый да и все на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы а под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог моих сортов винограда я оставлю ссылку на первое видео где я тоже касаюсь вопрос вот этих дубовых бочек кроме того оставлю видео ссылку на видео по дубовой щепе которую добавляется вино и мои контакты и до новых встреч пока